Здравствуйте! Приветствую всех на своем канале! В этом видео я хочу показать вам небольшие покупки января месяца. Хоть сейчас прошло чуть больше полмесяца, я уже вроде бы ничего больше не планирую покупать, но если что, покажу вам уже в покупках февраля. Если вам интересна это видео и такая тема, то оставайтесь со мной, всем желаю приятного просмотра. Начну я с того, что многие продукты это в основном по необходимости, то есть декоративки здесь у меня нет, но есть уход и то, что я беру постоянно. Например, один из моих фаворитов это вот такая вот сыворотка от Эверин, которая идет биоактивная сыворотка 3 в 1 с зеленым колпачком. Она идет сама белого цвета с силиконовой щеточкой. Она очень хорошо удлиняет сама по себе, эта сыворотка реснички, на нее практически любая тушь ложится очень хорошо. Это у меня довольно-таки новая, я ей пользуюсь, наношу ее как основу под любую тушь. 10 мл. Не вызывает раздражения или аллергии, но у меня, да, абсолютно даже не вызывает никакого роста ресниц. То есть обычный такой продукт, который у меня должен быть, у меня уже привычка им пользоваться, поэтому беру вот постоянно и опять взяла зелененькую. Брала я уже все, которые у них есть. И в этот раз, по-моему, я брала по маленькой скидке, что-то, по-моему, все равно 200 рублей выходило. Давайте пройдемся по зубным пастам. Муж у меня приобрел вот такой вот биокальций от Splat или от Splat, очередную. Очень нам нравится данная паста, мы ее берем. Сейчас ей он пользуется. 100 мл. Ну, в общем, стандартная биокальция. Ну, что тут долго говорить, хорошо он очищает зубы. Чуть у меня опять начинает голос садиться. В общем, извините. Начинаю тут немножко это... Говорить не так, как хотелось бы. В общем, 100 мл эта паста должна быть всегда. Он взял по какой-то акции и сказал, что за 100 рублей. Что для этой пасты недорого. Могу посоветовать, берем часто. И у меня мама взяла мне на пробу в магазине. Там считается как бы более натуральной косметики, более натуральных средств. В общем, еще одну забуду пасту. Она вышла 170 рублей. Пока ее мы не пробовали. Я не буду вот это даже читать. Вообще, покажу вам коробочку. Так она выглядит. Данная паста ромашка и мята. Укрепление и защита воспаленных и чувствительных десен. У меня десна, да, такие, могут, ну, как не, кровоточить. Они могут у меня воспаляться, разбухать. Здесь написано про действие ромашки, мяты, экстракт лечебных трав. Ну, в общем, называется она мятая ромашка. Также не 100 миллилитров, только она почти в два раза дороже получается. Сейчас покажу вам саму тубу. Так выглядит. И она идет здесь зафольгирована. То есть, пока не могу сказать, но хотя через даже эту фольгу чувствуется аромат такой мятный. И что-то такое лечебное, но похоже как на полоскание, да, потому что роза иногда ромашка полоскает вот на этот запах тоже. Ну, скорее всего, буду пользоваться ей я, потому что муж отказался ей пользоваться. И, наверное, вам расскажу свое мнение. Пока не знаю, буду ее вместе со сплетт или после нее начну. Ну, в общем, скоро. Так, и еще скажу про нее. Вот по-русски написано. Зубная паста ААШ АДЕНТ называется. Содержит комплекс церебных трав для ухода за полостью рта при стоматитах. Так, ну, тут еще какие-то слова для меня неизвестны. Ну, в общем, какие-то заболевания зубов. Воспаление десен и слизистой оболочки рта. Мягко очищает и способствует укреплению зубной эмали. Написано, что подходит даже для детей. Вот. И состав здесь написан только ромашка, мята. На первых, прям вот на первых местах ромашка и мята, что очень хорошо. Потом уже дальше идут какие-то там незнакомые мне слова. Вот. Ну, в общем, они есть в составе. Дата изготовления это 16-й год, февраль. А годен до 19-го года. В общем, еще долго можно этой пастой пользоваться. Посмотрю, как она будет. Из косметических продуктов. Нет, у меня здесь есть один продуктик декоративной косметики. Давайте пройдемся по уходу. У меня закончилась жидкость для снятия лака. Это вообще мне очень нужная вещь. Сейчас у меня уже половинка такой жидкости. Она была по акции. Стоила всего лишь 79 рублей в улыбке радуги. То есть за 80 рублей мы получаем жидкость такой нормального объема. 150 миллилитров. Вот я выбрала себе розовую. Которая заявлена с клубникой и еще с чем-то, в общем. Но она абсолютно таким ничем не пахнет. Она пахнет стандартно ацетоном для меня. Вот. То есть стильно. Горлышко здесь довольно-таки большое. Сначала было неудобно привыкать, но я привыкла. Очищает она хорошо любые лаки. И обычные грянцевые, и матовые, и с блестками. То есть любые. Просто нужно разную, ну как бы, как сказать, разную держать по времени. То есть если с блестками дольше, обычно лаки темные, ну как, все-таки темные подольше. Светлые лаки, грянцевые, матовые стирают очень быстро. Эта жидкость, мне в общем понравилась. Сругодность у нее 36 месяцев после открытия. От компании Essence. Покупала в улыбке радуги. Так, написано еще, что она укрепляющая. Способ применения написан. Ну, сругодность это тоже до 2019 года долгий. Вот, но вообще пользуюсь. Пока нравится. Более подробно буду говорить в пустых баночках. У меня уже полбаночки. Думаю, что довольно-таки скоро там окажется. Дальше, следующее, что я вам покажу, это моя новиночка для лица. Я сейчас пользуюсь и пробую данную марку. У меня есть от этой компании Ночной Кремль. Мне он очень нравится. Я решила взять себе двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Конечно, это довольно-таки дорого. Но стоит, наверное, на уровне, как стоит Фаберлик. Двухфазное, 230 рублей мне вышло данная вещь. Написано, что это базовый уход. На основе талой воды альпийских ледников. Сделана в Швейцарии. Это Swiss компания. Баночка сама не стеклянная. Она пластиковая, двухфазная. Мы ее перемешиваем. И она выглядит вот так вот, голубого цвета. Я уже пробовала воспользоваться ей, наверное, один или два раза. Но немного, пока недавно купила. Хорошо очищает она и подводку, и тушь. Мне понравилось, как она снимает. Абсолютно не щиплет глаза по сравнению с специлярной водой. В общем, подошла она мне. Заявлено, увлажняет и защищает кожу на протяжении дня. Эффективно удаляет даже водостойкий макияж с глаз. Не разряжает нижнюю кожу вокруг глаз. Она потому что заявлена не для лица, а именно для снятия макияжа с глаз. Именно так я ее использую. Мне она нравится. Идет дозатор. Здесь такой небольшой. Отверстие очень удобное. Имеет приятный такой, практически не... Ну, даже никакой можно сказать, что аромат. Сделана эта косметика в Швейцарии. Что мне понравилось? Объем 150 мл. Сургодность после открытия 12 месяцев. Присмотритесь к данной марке. Если у кого-то есть, у нас она представлена в сети магазинов Калина. Мне очень нравится. Могу посоветовать. Также в магазинчике Калины я купила лак, который у меня сейчас находится на ногтях. Это от Ева Мозаик. Не удержалась я. Это как новая серия. Взяла себе все-таки... В общем, производила я зачистку. У меня сейчас осталось где-то штук 50 лаков. Ну, вот взяла я себе еще один такой. Интересный. Ягодный, фиолетовый. В общем, вот так он выглядит на ногтях. Красивый. Он дает хороший, богатый глянец. Меня продавец заверила, что эти лаки держатся дольше, чем старая серия. Но кончики все равно скалываются. Сейчас у меня второй день. На второй день, к сожалению. Но это не сильно бросается в глаза. Лак идет глянцевый, без блесток, без шиммера. Номер его ягодный, такой цвет бордового, фиолетовый. В один слой полосит. В два слоя наносится хорошо. Кисточка идет стандартная, такая же широкая, как и была до этого у лаков. И что еще могу сказать? Сказал, что тут хороший глянец. Номер его 014. Годен до июля 2018 года этот лак. Кисточка широкая. Если удобно, то берите. Ну, в общем, держится так себе. Но цвет очень красивый. Мне понравился богатый, насыщенный, интересный оттенок. Сейчас вот использую для разнообразия. Понравился. Ближе, наверное, все-таки этот цвет к бордово-ягодному такому. Ну, и немножко есть фиолетовый какой-то потон. Ну, и декоративные косметики. Это пока все, что купила. То есть, лак. Также с ухода. Я приобрела себе масло очередное для губ от Неви. У меня кокос я показывала в пустых баночках. Взяла себе малинку на этот раз. Розовенького цвета идет. Приятно пахнет. Я пользуюсь дома утром и на ночь. Объем очень большой. К сожалению, здесь ничего нет. Ни слова по-русски. Срок годности 12 месяцев после открытия. Баночка, по-моему, идет только 14, только 15 мл. Даже нет. 16,7 грамм. В общем, такая она большая. По-русски здесь ничего нет. Коробочку я уже выбросила. Приятный бальзам. Точнее масло. Повторяю его. Мне очень нравится. И последнее, что я вам хотела сказать. То, что я еще купила себе бальзамчик от Baby Lips. Вместе в Улыбке Радуги. Мне что-то вышло, по-моему, 240 рублей. Вот это вот масло и тот бальзам. Но тот бальзам я оставила на работе. У меня был с лимоном. Такой он хорошенький. Он идет на губах где-то час ощущается. Тот Baby Lips. То есть побольше, чем остальные в обычной серии. Я говорила, что не 15 минут, а не 20. И все, и больше они не чувствуются. Лимонный подольше. Стик идет прозрачный. Такой он немножко кисловательный. Ну, такой лимон, как конфетный. Можно сказать, как конфетка лимон. Ну, приятный бальзам. Я пользуюсь на работе. И, к сожалению, пока вам его не покажу. Потому что оттуда я его не забираю. У меня там есть какая-то косметика. Она там у меня лежит. Вот это и все, что я хотела вам рассказать. Пока это были все мои покупки января. Здесь это видео было кому-то интересно и полезно. Всем желаю самое главное здоровья. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. Если вы напишите комментарий, я по возможности постараюсь вам ответить. Всем желаю еще раз здоровья. Хорошего настроения, радости, удачи. Продолжение прекрасного зимы. И хочу сделать маленький такой вот прям секундный обзор того, что вас ожидает. Я буду делать заказы в компании Арифлейм по первому каталогу. Ближе к концу каталога. Я вам покажу, что я там заказала. Буду делать заказ компании Эйвен. Скорее всего, по четвертому каталогу. Небольшой. И буду делать маленький заказ, потому что я планирую их делать два в компании Фоберлик по каталогу номер 1-2016. Это все вас ожидает в будущем. Всем огромное спасибо за внимание. Удачи. Всего самого доброго и хорошего. И до новых встреч.